В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллинн». В нынешнем году в Таллине пройдет масса крупных спортивных мероприятий, в их числе 9 чемпионатов мира и Европы, а также 15 кубков мира и Европы. А уже в конце этой недели в столице пройдут традиционные спортивные игры боевых искусств. У нас в гостях главный тренер эстонской сборной по тэквондо Казбулат Шагенов. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот горячие деньки, горячее время у нашей сборной по тэквондо. Недавно вернулись из Москвы и сразу, что называется, с корабля на бал. Сборная, часть кандидатов в сборную участвовала в таком большом турнире в Москве, который носит статус всероссийского чемпионата на призы школы «Президент». Это очень элитный такой турнир. Обкатывались перед чемпионатом Европы. И чемпионатом Эстонии. И чемпионатом Эстонии, да. Так как этот чемпионат Эстонии будет решающим для кандидатов в сборную, мы будем принимать решения по члену национальной сборной. Поэтому ребята готовятся. И в апреле уже состоится чемпионат Европы в Чехии. Да, в Чехии чемпионат Европы, а в Эстонии, в Таллине чемпионат Эстонии. Он как раз пройдет в рамках спортивных открытых игр по боевым искусствам, которые состоятся как раз в эти выходные. Да, 15-16 числа пройдет такое знаменательное событие в мире боевых искусств. Я считаю, что это уникальное событие для Эстонии, когда под одной крышей собираются около 10 различных видов единоборств, самых популярных в Эстонии. Таких как тэквондоу, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, кудоо и другие. И для зрителя, и для самих спортсменов очень такое интересное мероприятие, где можно, придя на одно мероприятие, сразу же окунуться в различные виды единоборств. И для ребят это тоже возможность пообщаться со своими соратниками, посмотреть другие стили, что-то почерпнуть, какие-то полезные вещи для себя. Но вот здесь очень важно разделять, для спортсменов, соответственно, разделять, где игры, а где все-таки соревнования, где чемпионаты Эстонии. Ну да, все единоборства проведут как международные турниры, так и национальные чемпионаты. То есть это, в принципе, игры – это такое название. На самом деле это будут серьезные мероприятия для каждого вида спорта, единоборства. Это будет очень таким решающим и титульным мероприятием. Сейчас наша сборная по Тэквондоу насчитывает сколько кандидатов? Пока кандидатов много, но решающим будет все-таки чемпионат Эстонии, который пройдет 15-го числа. И тогда уже можно будет точно сказать, потому что кандидаты – это все-таки кандидаты, а члены национальной сборной – это уже будет немножко другое количество. Ну а в целом, как сейчас наши ребята выглядят, на ваш взгляд? Я считаю, что ребята хорошо идут по этапу подготовки. В этом сезоне мы сделали уклон больше на подготовку в России. У нас уже было два турнира в Москве, и еще предстоит один обязательный турнир для кандидатов в сборную в Санкт-Петербурге. И учитывая, что в Тэквондо ITF российская школа является одной из самых сильных в мире, то я надеюсь, что данная тактика даст свои плоды. Ну вот если брать предстоящие спортивные игры, то сборная по Тэквондо, она как выглядит? Многочисленнее, чем в других видах спорта, в других единоборствах? Или же мы такие середнячки? Ну в других видах единоборств-то по-любому мы одна из самых больших сборных. Как, например, на чемпионате Европы, который проходил в Таллине, наша сборная насчитывала почти 40 человек. Я думаю, что... Это много? Это для единоборств-то много. Я думаю, что мало кто из боевых искусств в Эстонии может похвастаться таким количеством. Ну что ж, тогда встретимся как раз с 15-го и 16-го. 16-го, наверное, ребята уже придут просто посмотреть на другие виды спорта. Нет, у нас будет в рамках игр чемпионаты по двум видам. Один олимпийский, один неолимпийский. Это будет впервые такое в рамках игр боевых искусств. Поэтому в первый день пройдет чемпионат Эстонии по Айтеф, по традиционному тэквондо. И во второй день, 16-го, пройдет чемпионат по олимпийской версии. Поэтому и наши спортсмены участвуют и там, и там некоторые. Поэтому... Поэтому нашим зрителям нельзя пропустить ни 15-го, ни 16-го февраля. Так что приходите, да. Казбулат, спасибо огромное за информацию. Желаю нашим ребятам и вам в том числе только победы. Спасибо большое. Информационный блок Добрый утратарь не подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был главный тренер эстонской сборной по тэквондо. Казбулат Шагенов.